Всем привет, дорогие друзья! Это Фонбет чемпионат. Континентальный хоккейный лиг. Сегодня обширный игровой день, но в Москве лишь одна встреча, и она проходит вот здесь, на Мегаспорте. Но эта встреча ожидается очень интересной быть. А почему? Да потому что Спартак против Торпеда. Если вспоминать прошлый сезон, то это очень атакующие команды. Абсолютно все говорят, что будет атакующий хоккей в исполнении двух команд. А вы человек, который любит и умеет удивлять и какие-то сюрпризы преподносить. Может быть это не так, и мы ошибаемся все? Вы знаете, хоккей для зрителей, поэтому в любом случае мы готовы к вызову, который называется открытый хоккей. И естественно, игра должна быть зрелищной, и мы поддержим то, что предложат хозяева матча. Дмитрий Вишневский получил повреждение в прошлом матче, и сегодня мы его не видим в составе. Вообще понятно, насколько выбыл защитник? Ну, посмотрим. Просто не стали форсировать. Есть время, чтобы он залечил эту микротравму. Ничего серьезного нет, просто не стали, чтобы он сегодня играл. Решили поберечь его. Первые периоды пока не очень удаются вашей команде. Вот как-то отдельно акцентировали внимание парней на старте матча, чтобы не проспать? Сегодня, да. Сделали акцент на это. Посмотрим, как дойдет, а не дойдет. Увидим. Но надеюсь, что первый период будет лучше намного. Пашин Морозов. Шайбы разворачиваются опять в сторону чужих ворот. Морозов! Дальний гол 1-0! Иван Морозов, как же он обхитрил сейчас торпеда. Те поехали на смену, а Морозов развернулся и поехал к чужим воротам. Ну и вот мы Морозова отдельно отмечали перед стартом этого матча. И посмотрите, какую красоту он нарисовал. Театр Анна уже сегодня здесь. Интересно было наблюдать за выражением лица Германда Куткова. Он так удивился этому, как бы вообще не ожидал. Спартак вышел из собственной зоны и уже в чужой. Иванов щелчок в ближний угол. Добивание. Нет, добивание так и не последовало. Адам Русечка по шайбе не попал. Через центр выход. Спартак центр перекрыл. И быстренько вошел в чужую зону Уильям Биттон. Закинул глубину на Принца. Биттон так. Нет, не бросил. Вот, может быть, очень опасно. Да, вы посмотрите, какая скорость у Филлипса. Филлипс неудобный. Бросает. Вот это шанс. Вот, смотрите, Филлипс. Он просто объезжает Миронова. Он его просто объехал. Но он не смог объехать Дмитрий Николаева. Давайте составами закончим. Рубцов, Пиляев, Филлипс. Да, в среднюю отдал. Свечников. Почевало. С острого угла бросок. И вот там... А можно и бросать уже. Егор. Он и бросил Низом. Русечка был на пятнадцатке. Пашин пытается завести. Вправо и влево. Освободился. Вот Низом, смотрите, как на Русечку отправлял шайбу. Но специально на подставлении. Локтионов. Снова Фринц. И вот сюда на Локтионова. Штанга Биттен пытается добить. Локтионов пытается добить. Да там все пытаются добить. Даже Орлов туда приехал. Но Бочаров свои ворота спас. Красавец, Иван. Вторая очевидная возможность Спартаку забить в этом матче. Не сказать, что Игорь Николаевич недоволен действиями парней. Даже пару раз им похлопал на лавке. И вообще мне нравится, как он их подбадривает. Вот Фирс его постучал по шлепу. Рука похлопал по плечу. То есть мне кажется, что тоже важно очень чувствовать такую поддержку постоянно от главного тренера. Безусловно. Мальцев в центр. Уильям Биттен. Так, Биттен. Обыгрывает. Бросает в дальний. Не забил. В глубину. Бринц. Биттен. Не, он до шайбы не добрался. Торпеда через центр. А вот, пожалуйста, зону закрыл Даниил Иванов. И передача на пятак. Момент у Принца. Гол. 2-0. Спартак. Еще одну забивает. Вот в этот момент. И передача через центр была, ну, наверное, не точная, раз там никто не принял ее. А далее уже закрыл зону Иванов. И у Иванова, между прочим, результативная передача. У Биттена результативная передача. Вторая уже в КХЛ. Ну, и забивает Шейн Принц. Абрамов пришел помогать Рубцов. И вот момент. Побежал Воронин. Это выход 1 на 1. Воронин. Неа. А если там помочь еще? Ну, вот и Гончарук появился. Ну, конечно, Воронину. Ну, так, а вот вторая попытка для Воронина. У Кирилла Воронина объявился. Шайба просто прыгала, прыгала, прыгала. И через клюшку Савикова перепрыгнула. И вообще то, что убегал Воронин, это большой плюс был для Торпеды. Потому что он и Гончарук, самые быстрые игроки этой команды. Ну, визуально, во всяком случае. Свечников. На синий решил обыгрывать. И это шанс для Спартака. Николай Голдобин бежит, 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 бежит. И не бросает. Но заработал на себе удаление. Вот потеря Свечникова. И побежал Голдобин. Мальцев. Миронов. Снова Мальцев. Снова Миронов. Бросок от Синий. Добивание это. Дубль. Шейна Принца. И очередное набранное очко для Андрея Миронова уже пятое. Ну и смотрите, вот эта бригада пыталась там что-то разыгрывать. Друг другу шайбу передавали. Ничего не получалось. Потом в итоге решили, ну его. И Миронов взял от Синий. Просто накинул. Принц был на пятачке. Простота. И 3-0. Конюшко. Вот шанс для Нижегородцев Ларионов. Справа Линч. Но Линч без скорости. Но он нашел Атанасова. Василий объезжает ворота. Не забивает на месте. На месте Дмитрий Николаев. Ну и можно выдохнуть. Немножечко хороший отрезок. Не получилось пока подстроиться. А тренерский штаб Спартака все равно напоминает игрокам. Несмотря на 3-0. Чтобы те не сбавляли обороты. Ведь поддержав умеешь. Все-таки первые периоды. До этого. Высоко поднятый не было у Войнова. Филин в центр. Беляев. А вот там Голдобин в ноль побежит сейчас. И смотрим. Николай Голдобин. Не забил. Голдобин не стал вообще никак обманывать Бочарова. Просто знаете на исполнение. На точность. Ну точность. Подвела. Так. Потеря. Шанс у торпеда. Время есть. Но Савиков подстраховал. Тут еще и Николаев из ворот выходит. Играет через стекло. 3-2 секунды. Броска не будет. 3-0. 3-0. Такой итог первого периода. Спасибо большое. У нас автор дубля. Шейн Принц. В первом периоде мы сегодня увидели совсем другой Спартак. Относительно прошлых матчей. И вообще. Что удалось изменить? Все игры до этого мы хорошо играли. Просто немного медленно начинали. Поэтому сегодня мы сконцентрировались. Собрались и решили играть с самого начала. Собственно это и привело к заброшенным шайбам. Задача была играть с первым номером. Навязывать свою игру торпеда. Чтобы они уже подстраивались. Да, конечно. Всегда проще играть. Когда ты контролируешь игру, лидируешь. И теперь им придется догонять. Мы впереди. И нам будет на самом деле проще. Морозов. Так, Иван. Бросать будет? Будет бросать. Вот бросок Ивана Морозова. Вы сами видите, приходится Спартаку укатываться в свою зону. Мальцев в спину поставил Силаеву. Отдал передачу на Пашина. Перекладина. Ну или скорее даже штанга, наверное. Длинная передача. Филин. Бросок в дальний. Добивание. Не, ну так и не смог Рубцов добить. Так, вот бросок Пашина. Вот куда там штанга или перекладина. Ну, там никого не было. Опа, это порядит. Так, ну атака торпеда продолжается. Передача на дальнюю. Игорь Ларионов не забивает. Торпеда, в частности, Вячеслав Коинов. Ну, вряд ли хвалят, да, наверное, их. И вот Богдан... Говорила я о том, что Игорь Николаевич подбадривает команду так в первом периоде. И сейчас вот эту роль на себя взял Богдан Канюшков. Ну, он уже парень опытный, блогер, между прочим. Да, ты видел, что он творит? Конечно. Да, я видел его подкаст с вами папой. Ну, и вот этот силовой прием, про который я говорил. Смотрите, вот Павел Парядин, Шавин. Ошибается так. И Филин, но хватит ли ему скорости? Побежал, бросил выше. А если добить? Кирилл Воронин убегал, Николай Голдобин. Ну, вот сейчас сбегал Егор Филин. Конечно, его тут догоняли. И тоже, как Голдобин, он не попал в створ. Закрытая зона Гочаруком. Шавин. Разворачивается Шавин на пятак. Ну, фото торпеды начало что-то появляться в последние, так, наверное, минутки три. Ну, вдвоем с Мальцевым. Три партнера меняют. Это Пашин Лакросс. Ух ты! Это две минуты Бочарову. Но, посмотрите, как Пашин шайбу поднял. Фантастика. Почти докрутил. Он в черенок, представляете? Он попал в черенок клюшки Бочарова. Дальше Бочаров сдвигает ворота. Этот штраф за своего вратаря. А торпеда-то атакует. Так, передача на дальнюю. Это Дис Почевалов выдавал. Игорь Николаевич. По-моему, в ней игры нет. Атанасов! Вы знаете, ну, атака классная была. Первым принял Атанасов, вторым бросил. Отдавал, ну, вообще Кирсанов. И побежал Воронин, а он убежит. Ну, как минимум, до броска-то должен доводить. Довел. Бросок не сильный. И вот здесь Орлов бежал назад, ну, просто из последних сил. Успел по правилам помешать Воронину. Опа! Вот шанс для торпеда. Вот шанс для торпеды Игорь Лорионов. Ну, вот и что это? Это паз, ну, плохой паз. Ну, просто там не дотягивался. Линч, но здесь Линч! Выход двое против одного был очевиднее моментом для гола. Не забили. А потом Спартак как-то, ну, я же даже не знаю, растерялся, не растерялся. Но не растерялся точно Лорионов с Линчем. Раз из кистей в девятку. Николаев не поймал. Так, Локтионов. Локтионов набит, набит. Гол! Уэльям Биттон первая в континентальной хоккейной лиге. И Спартак отвечает, ну, через сколько? Через 10 секунд, наверное. Смотрите, Локтионов, точнее, Принц вот здесь поборолся. Локтионов пробрасывает, Биттон бежит, бежит, бежит на дальнюю и просто замыкает. Соприскало, Биттон переводится как укусанный. 4-1. И только вроде настроение должно было у Нижегородцев измениться. Как? Ну, вот так. Абрамов попробовал бросить соперника. Попал Абрамов с Порядиным. Борется. 5 секунд до конца. Абрамов на дальнюю. Миронов лег. Вот шанс был у торпеды. Особенно, если бы пас прошел. Сирен звучит. 4-1. Показалось, что не готовы были к тому темпу, который на старте предложил Спартак. Или в чем причина такой растерянности? Ну да, где-то в начале делали много ошибок. Ошибались, нас обрубали. Были контратаки. На этом нас подловили. Соответственно, забили три гола в первом периоде. Так что больше не растерянность, наверное, невнимательность. Атанасов. А ведь отдал на дальнюю и бежал туда Линч. Атанасов, Лорионов и Линч. Отскочила шайба от Николаева. Потом еще добивание Атанасова. На этом, может быть, еще не все. Лорионов пытался добавить. А, ну и с Линчем. Да, тут никаких изменений. Принц на право. Момент Локтионов. Классный шанс. Смотрите, Принц на Локтионова выдает. И тот в дальний. Ну, так по факту, наверное, конечно, уже стоило в ближний. Ну, опять же, мы просто видим перемещение Бочарова. Летунов не успеет. Хотя Летунов, подождите. Он бросает, и Николаев спасает свои ворота. И это уже третий момент за первые две минуты. Там через помеху шайба долетела. До стекла Артамонов. Вот шанс. Еще один момент. Михаил Абрамов бросал. Ну, знаете, вот торпеды сейчас не хватает только одного. Еще одного гола. Вот гол прям он. А вот там Беляев с обмоткой свежей вошел в чужую. И дальше вехал в ворота. На этом все пока. Пять минут сыграли. Повтор момента. Ну, Бочарову точно не досталось. Хотя, вот, он как-то согнулся. Я не знаю, может, там клюшка ему. Как-то, да вот вроде нет. Ну, и вот она обмотка. Можно же разную красную линию репортажа выбирать. Атанасов. Шайба у Богдана. Так, на войну скидка. Справа Ларионов встал. Клюшков под ворота. Свечников Ларионов. Конечно, угол острый был. И плюс к всему Ларионов еще и леворукий. Поэтому вот так из-под ног бросал практически. Артамонов. Гончарук. Филипп с низом мощно добивание. А вот третьего уже не было. Чайковский. Парядин красиво. Павел и штанга. Так, и в ответ-то уже нижегородцы бегут. И гол 4-2. Забивает Сергей Гончарук. Как же быстро все меняется. Торпеда умеет убегать. И вот Парядин попадает в штангу. И дальше, внимание, все игроки спортсменов. Атака встали. Смотрят на шайбу. А Гончарук бежит. Бежит и забивает. Мне кажется, там такая ситуация еще образовалась. Помимо того, что у Гончарука просто позиция была лучше. От Войнова. Николай, поможет, попробует. Ему даже трибуны кричали, чтобы он бросал. А в итоге он оставил ее на пятачке. Шанс у торпеда, которая уже в шестерон. Михаила Абрамов, Войнов щелкает. Не попадает. Шайба скакивает по Чевалу. Подъем на синюю. Филипс. Бросок низа. Вот шанс. Передача. Бросок мимо. Да, Бакрали. Вот он смотрит, смотрит, смотрит. И не бросает. Представьте себе. Штефан бы так не сделал. Так, а вот сейчас Абрамов. Перевод. Вот момент. Войнов переводит. Абрамов не смог бросить. И Спартак это вбрасывание выигрывает. Вот представьте себе. Конюшков. Ой-ой-ой-ой-ой. Ружечка чуть свои не забил-то. Пашин. Пашин побежал. Нет, Порядин. Порядин, конечно же. Побежал на пятачку. Сделал передачу. А там не дотянулся до шайбы Рубцов. Рубцов. Морозов. Прямой атаки. Филиппс прорвался. И с острова в углу линч на пятак. Бросок от Анасов. Все. 4-2. Спартак одерживает победу. До старта вы говорили, что посмотрите на ту игру, которую предложит Спартак. И уже от этого будете отталкиваться. Но показалось, что вот как раз в начале были не готовы к тому темпу, который предложил соперник. Я не думаю, что мы были не готовы. Я думаю, что мы совершили какие-то небольшие ошибки, которые дали преимущество в счете. В целом, по игре я очень доволен. Я думаю, что мы не поиграли. Нам просто не хватило времени. Тот самый образцовый первый период сегодня, который вы ранее хотели видеть от парней. Ну да, хотели это видеть. Знаете, очень хорошо, что дошло до ребят. В принципе, хорошее начало. В дальнейшем уже контролировали игру. Ну, есть еще, знаете, шероховатости, на чем предстоит работать. Ну, а так, в целом, молодцы ребята. Ребят, ну, молодчики. Радуются, что наконец-то дошло. Хорошее начало, первый период. Ну, и еще раз говорю, ребят, 60 минут игра идет. Просто вот эти все нюансы, о которых мы говорили, на лавке и перерывах. Просто надо играть дисциплинированно, еще раз говорю, все 60 минут. Это игровая дисциплина. А так, в целом, молодцы. Молодчики.